Заявление главы Минфина Соединенных Штатов заставило нас задуматься, а не в наш ли огород в том числе был брошен этот камешек. Из уст Джанет Йелем прозвучало следующее. Нейтральные к конфликту в Украине страны надо изолировать от мировой экономики. Серьезное заявление. Позвольте мне сказать несколько слов тем странам, которые в настоящее время сидят на заборе, видя возможность получить выгоду, сохранив свои отношения с Россией и заполнив пустоту, оставленную другими. Такие мотивы недальновидны. В основном министр обращалась к Китаю и Индии, которые выступали против антироссийских санкций и продолжают закупать русскую нефть. Мол, Запад так старается экономически наказать Россию, а некоторые нейтральные страны этому мешают, помогая обходить санкции. И вот нам стало интересно, а сумел ли Казахстан сохранить нейтралитет во всей этой истории? Не совсем, считает политолог Рустам Бурнашев. Нейтралитет – это полное молчание и игнорирование ситуации, чего не скажешь оппозиции Казахстана, рассказывает эксперт. Мы можем говорить о том, что Казахстан дистанцирован от конфликта и стремится не быть втянутым в этот конфликт, при этом оказывая ту или иную поддержку, в частности Украине с точки зрения гуманитарной помощи, эту поддержку мы оказываем. То есть, опять-таки, это не совсем нейтральный статус. Мне кажется, это наиболее оптимальное поведение, поскольку другое поведение чревато возникновением конфликтных точек как с одной стороной конфликта, так и с другой стороной конфликта. А вот по мнению эксперта по международным отношениям Таира Нигманова, гуманитарная поддержка нейтральный статус страны не нарушает. Главное – в открытую не поддержать вооруженные силы одной из сторон. Именно такой шаг и чреват последствиями. Что касается помощи России в обходе санкций, и тут наша позиция ясна – вводить свои ограничения мы не будем, а всезападные соблюдем. Для нас верховенство права ООН всегда было на первом месте, и это неизменная позиция Казахстана по протяжении всего периода независимости. Что касается нейтралитета, я думаю, это та тактика, которой мы сейчас придерживаемся, и нам ее нужно по возможности придерживаться и в будущем. Тогда нам точно ничего не грозит, уверены эксперты. Явно этому подтверждение недавний визит заместителя госсекретаря штатов, которая без лишних слов дала понять – США полностью поддерживают политическую повестку Казахстана. Что ж, пусть так и остается. Адиль Балтабаев, Ермек Махметов и Нурлан Аль-Мухамбетов специально для студии СИН.